В двух предыдущих сезонах сериала «Пробуждение Троянского Мустанга» руководители спецслужб Советского Союза и Соединенных Штатов узнают, что в их странах живут два абсолютно разных человека, которые являются кровными родственниками. Это сирота из детдома Андрей Разин и молодой миллионер из Нью-Йорка Трамп. По секретному соглашению спецслужб оба они становятся курками спусковых механизмов, которые привели в действие перестройку в Советском Союзе с перспективой сделать то же самое в Соединенных Штатах. Андрей Разин, дочь генсека Михаила Горбачева и Раисы Максимовны Ирина вместе с полковником КГБ Калугиным становится главным звеном в длинной цепи событий, начало которым положило пророчества, которые все они услышали, находясь в состоянии клинической смерти после укуса ядовитых болотных гадюк. Руководителю КГБ Виктору Чебрикову удается заманить молодого Трампа в Москву для создания легенды на будущее. Сирота после долгих лет, прошедших с его детства, вновь встречается с дочерью Михаила и Раисы Горбачевой. В новой серии руководители КГБ СССР Чебриков и Крючков готовят визит Горбачева в Пекин. Открывается еще одна тайна рождения детдомовца Андрея. Все имена, герои и события сериала полностью вымышлены. Совпадения случайны. Советский Союз, Лубянская площадь и правительственный аэропорт Внуково. Апрель 1989 год. Рабочий день председателя КГБ СССР Виктора Михайловича Чебрикова начинался с чтения газет. Секретарей и референты укладывали их аккуратными стопками на левой стороне рабочего стола. Сверху правда, затем известие, труд, аргументы и факты. Само собой, комсомольская правда и московский комсомолец. Чебриков взял в руки орган ЦК КПСС, развернул первую полосу. В левой колонке, которую называют передовицей, стоял заголовок, не говорящий ничего. Во имя мира и прогресса. Автор – журналист Севрот Овчинников. Специальный корреспондент из Пекина. Чего там Сева написал? Заинтересовался генерал армии. Это он просил правдиста взять в Пекин парнишку, поскольку давно знал Овчинникова, как и многих других ведущих журналистов. Ничего не объяснил, только сказал, чтобы Сева таскал его с собой. Рассказывал о Китае все, что знает сам. Одним словом, хоть немного, самую малость наполнил пацана дальневосточным ароматом. На недоуменный взгляд Овчинникова намекнул, что это будущий зять одного из советских руководителей. Репортаж начинался обычной бурдой, которую страшно любили все аккредитованные за границей советские журналисты. Накануне исторического визита генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева в КНР рано утром в Пекин прибыл передовой отряд советской делегации. С утра лил дождь, гремела гроза и дул ураганный ветер. Несколько деревьев в городе вырвало с корнем, но уже к середине дня Между свинцовых туч показалось синее небо. Ветер стих и выглянуло солнце. Остатки недоверия между нашими странами, которая длилась почти 30 лет, таяли на глазах. Чебриков любил статьи Всеволода Владимировича. Он был из тех редких журналистов, кто мог вставить в самый скучный официальный текст что-то необычное. Нашлось для этого места и во имя мира и прогресса. Всево писал, что второй великий кормчий после Мао Цзэдуна Дэн Сяопин смело смотрит в будущее. Не брезгует и футурологами, предсказывающими будущее. Даже американскими. Назвал имя футуролога Элвин Тофлер. Генерал снял трубку телефона цвета слоновой кости и гербом Советского Союза на диске. Владимир Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Михайлович, ответил его первый заместитель, начальник первого главного управления КГБ СССР Владимир Крючков. Сирота в Китае вместе с Овчинниковым. Знаю о каждом шаге. Виктор Михайлович, даже о том, что сирота в первый же день стащил из зала приемов пирожки с мясом и его пиджак порвала собака. Прошу вас, уберите из донесений все негативное. Вдруг первый заинтересуется. Обязательно. Парень оказался любопытным и абсолютно лишенным комплексов неполноценности. Даже пироги с мясом заворачивал салфетки и прятал в пиджак открыто. Владимир Александрович, что у нас на Тофлера? Уже подготовил доклад на основе донесений 1983 года. Берите и несите ко мне в кабинет. Прямо сейчас. Чебриков положил трубку и открыл вторую полосу правды. Затем отложил газету в сторону. В кабинет вошел генерал Крючков. Подошел к столу председателя и положил перед ним обычную папку с тесенками, на которой было написано фиолетовыми чернилами. Дэн Сяупин, Тофлер. И дата. 12 мая 1983 года. Наша агентура в секретариате ЦК Компартии Китая получила доступ к стенограммам их бесед. Всего 7. Ничего особо секретного Дэн американцу не говорил. Больше слушал. Поэтому на расшифровке не было литеры особо секретно. И даже секретно. Дэн слушал, а Тофлер пересказывал содержание своих книг. В США это профессия. Футуролог. Толкователь будущего. Догадываюсь. Коротко ответил Щебриков. Он уже развязал тесенки папки и взял в руки листы с напечатанными на машинке текстами. Обратите внимание на лист сопровождения. Обратился Крючков к председателю. На внутренней стороне папки был приклеен бумажный карман. Из него торчал кусок плотной коричневой бумаги. На нем сотрудники архива указывали, кто и когда истребовал папку. На этом листе стояло 12 одинаковых подписей. И Юрий Андропов. Все за 1983 год, когда Юрий Владимирович уже был секретарем ЦК и папку ему доставили на Старую площадь. В 13-й графе стояло имя Крючкова. Интересно, проговорил в задумчивости Виктор Чебриков. Я уже был председателем КГБ, а он мне об этом ни слова. Хотя о сироте я знал хорошо от него самого. Думаю, сам не понимал, что с этим делать. Тофлер говорил о странных вещах. Скорее всего, Юрий Владимирович интересовался прогнозами на будущее для работы генеральным секретарем. В то время он стал уделять меньше внимания тяжелой промышленности и оборонному комплексу. Пытался протащить что-то абстрактное, что указано в стенограмме. Но не судьба. К тому же связь сироты с Китаем в том году была совершенно не очевидной, если это вообще не плод больной фантазии Калугина. Ни сирота, ни невеста ничего такого про иероглифы и змей не говорили. А вот я Калугину верю, произнес Щебриков. Слишком давняя история. Да и на псих он не похож. Таких офицеров держать в Москве, а не в поле дорогое удовольствие. К тому же эта операция спланирована Андрополом. Значит, есть и расчет. Калугин делает все правильно. Лепет из Андрея музыканта, подвел к невесте. Удивительно, но у дочери Михаила Сергеевича с самой школы не было друзей. Ни мальчиков, ни девочек. училась, читала книжки, но когда увидела в Крыму Андрея, мгновенно изменилась. Даже рассказала о нем Раисе Максимовне. Кстати, не знаю, говорил ли вам Калугин о втором инциденте с потерей ощущения реальности. В письменном отчете я просил его об этом не указывать. Говорил. Я просил дать справку о возможности тройстинного отключения сознания. Просил генерал Балашова, руководителя военной части 1000-003. Он подтвердил, что магнитное излучение мозга может войти в резонанс с излучением другого человека. Возникает пара, которая общается на ментальном уровне. Могут и три человека войти в резонанс. Но это абсолютная редкость. Возникает лишь в том случае, если один из троих имеет громадную энергетику. Ее мощность возрастает в разы, если подпитывается другими. Создается эффект сродни лазерному излучению, где накладываются волны и создается эффект резонанса. Кстати, второй инцидент с полетом вновь завершился китайскими иероглифами. Если принять во внимание теорию генерала Балашова, то один из них, самый мощный генератор излучения мозга, имеет некую ментальную связь с Китаем. Крючков приподнял очки, в которых ходил всегда. Я тут порылся. У Михаила Сергеевича и Рейса Максимовны по Китаю все чисто. Там больше украинской крови. Калугин из чисто питерских, как говорят из коренных. А шо Андрюша разен? Больше немец? Немца там на четверть, но обнаружилась гомеопатическая доза как раз китайской крови. Не томи, Владимир Александрович, Чебриков почти забыл про папку со стенограммами разговора Тофлера с Дэнсио Пином. Мать Екатерины Барсуковой, то, что родила от немца Трумпа дочь Валентину, родилась в Желтороссии в 1903 году. Это место еще называли Квантунской областью с центром в Порт Артуре. Родилась от русского офицера и китаянки. Они, кстати, были женаты, китаянка приняла православие. Господи, часу не легче, не удержался Чебриков, а внукам отвечать за грехи отцов. Так что эта история не только с американским уклоном и с китайским, тоже. Слава богу, послали сироту в Китай. Думаю, это скоро аухнется. Крючков замолчал, о чем-то думал и Чебриков, но первым прервал молчание. Давай полистаем твоего Тофлера. Кстати, через две недели Михаил Сергеевич летит в Пекин. Надо бы ему приготовить короткую записку о том, чем тот подцепил Дэн Сяопина. Горбачев с Дэн Сяопином встречаются и китайцы активно готовятся. Виктор Михайлович вновь взял листочки стенограммы разговора американца с китайским лидером. Главное, о чем он прочитал за несколько минут, было то, что индустриальная эра заканчивается. Заводов и фабрик построено столько, что они уже мешают друг другу. Наступает эра новых технологий, а вся грязь из стран золотого миллиарда перемещается в страны третьего мира. Главный кандидат как раз Китай. Он должен в ближайшие 30-40 лет стать мировой фабрикой. Американец без конца повторял термин третья волна. Она остановит разрушение природы, избавит мир от гор мусора на земле и в океане. После начала промышленного развития, сельского хозяйства и вонючей и грязной индустриализации, в которой погряз Советский Союз, грядет эра компьютеров и коммуникаций. Но одна мысль американского футуролога чрезвычайно насторожила генерала армии Виктора Чебрикова. Тофлер ездил по мозгам товарища Дэна с подозрительной революцией власти. Мол, все меняется от техники до культуры, а власть продолжает структурироваться по-старому. Кто сильнее, тому и власть. Тофлер и не думал употреблять такой термин, как идеология. Чебриков листал страницы стенограммы и все ждал, когда Дэн размажет американца по стенке. Как это без идеологии? А социализм? А коммунизм? Нет. Американец все долдонил о каких-то знаниях, о том, что главным капиталом самого недалекого будущего станут научные знания. Они, в свою очередь, не будут доступны без образования, как в школах, так и в институтах. У кого мозги, тот и хозяин, у того и власть. Ишь, как наяривает. обронил генерал и сложил листочки в папку. Предлагаю все же сделать записку Михаилу Сергеевичу. Дэн говорит об образовании направо-налево. Его в Китае сегодня мало кто понимает, а он при делах. Знает французский язык и русский вполне сносно. Учился в Париже и в Москве. Будет о чем Михаилу Сергеевичу с ним поговорить. Они с Рейсой Максимовной закончили МГУ. Это мечта любого китайца. Хорошо. Передам с другими документами. Михаил Сергеевич любит знакомиться с документами в самолете во время перелета. Да, и не забудьте дать короткую справку, что это за птица такая Элвин Тоффлер. Он из еврейской семьи, иммигрантов и из Российской империи. тоже будет приятно. Через несколько дней правительственный Ил-62 готовился к вылету в Пекин. Горбачевы и члены делегации заняли места. Самолет еще не сдвинулся с места, когда из-под пола послышались глухие удары. В грузовом отсеке происходило непонятное. Спросите у командира, чего не летим? Сказал Горбачев помощнику, занявшего место у двери в салон членов делегации. Грузим костыль, не задумываясь, ответил помощник. Что за костыль? Горбачев в недоумении поднял брови. Такая труба на колесиках, чтобы тягач вытолкнул Ил-62 на полосу, ему нужен костыль. Его цепляют к переднему шасси и тянут самолет на полосу. Кроме советских аэропортов в том же Китае таких костылей нет, поэтому возим с собой. Вот погрузим его в грузовой отсек и взлетим. Раиса Максимовна никак не отреагировала на сообщение о костыле. Президент Советского Союза удовлетворился объяснениями, достал из черного кожаного портфеля стопку документов и положил их на столик. Салон президентского отсека выглядел богато и необычно. Деревянная отделка, диван, обеденный стол и глубокие кресла, вместительный туалет и даже душ. Для того, чтобы поспать, отгорожен отдельный сегмент. Раиса Максимовна была явно чем-то удручена. Муж очень чутко ловил настроение супруги и, наконец, не выдержал. Раиса, ты чего-то забыла? Нет, нет, все собрано для командировки, как всегда, носки, маечки и трусы в отдельном чемодане. Тогда в чем дело? Он отошел от письменного стола и сел на кресло рядом с женой. Миша, мне кажется, уверенно появился молодой человек. Она стрянула глазами на мужа, ожидая его реакции. Ну, наконец-то! Михаил Сергеевич откинулся на спинку кресла. Давно я этого ждал. А то погонят меня из партии или из ЦК. Женихов в нем с огнем не найдешь. Будут бегать, как черт от Ладана. Что ты такое несешь? Кто ж тебя выгонит? Многие хотят. А кто жених? Я его знаю. Боялась тебе говорить. Африканец? Пьяница? Пижон? Начал он перечислять свои представления об ужасе. Нет, не африканец. Так кто? Не томи. Неужели евреи? Тоже хорошо. Помнишь, Ира была еще маленькая? Мы первый раз привезли ее к маме, Марии Пателемоновне. Как не помню. Чуть не поебла. Так вот жених тот самый Андрюш Аразин. Сирота дед домовец. Это он потащил Иришку на реку, где ее змея укусила. Подожди, подожди. Лицо Горбачева начало наливаться кровью. Он закинул голову вверх и широко открыл рот. Он так делал, когда казалось, что давление подскакивает до опасного предела. Это тот змееныш? Ну мы еще посмотрим. Он встал с кресла и вернулся к письменному столу. Сел, пристегнувшись с ремнями безопасности, начал беспорядочно перебирать бумаги. Когда садимся у Пекини? Сколько времени будет по местному? Он вновь обратился к помощнику. Михаил Сергеевич, вы забыли, наверное, первая посадка в Анадыре, акклиматизация и собрание с парт активом. Плюс посещение строительной площадки особого района в заливе Креста на Беринговом море. Да-да-да-да-да. Совсем вылетело из головы. Он вложил в сторону китайскую стопку документов и положил перед собой особую, чукотскую. Члены политбюро давно интересовались, что происходит на Чукотке в заливе Креста. Еще при Андропове в морской порт Анадыре начали забрасывать морские транспорты со стройматериалами, тяжелой техникой, готовыми жилыми домами. ЦК не догадывались, что делают военные строители, никто и не интересовался. В последние годы, когда денег в бюджете становилось все меньше, Горбачев начал злиться, что за черная дыра высасывает из Минфина миллиарда рублей. Но кроме финансовых отчетов по работе строителей о проекте Андропова не знал никто. Пора было с этим кончать. Наконец все четыре двигателя правительственного Ил-62 взревели, самолет сдвинулся с места и рванул по взлетной полосе. О предстоящей свадьбе дочери супруги не проронили ни слова до самого анаголия. ил-62 за подъем анаголии подъем анаголии Продолжение следует...